Ребят, которые сейчас находятся в городе, завтра приглашают на премьеру в русский драмтеатр. Спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» поставил режиссер Сергей Юнганс. Постоянные зрители русского драмтеатра знают, что это имя в афише означает эксперимент, оригинальные художественные решения и, наконец, музыку и танцы. Оправдываются ли ожидания, расскажет Надежда Андреева. Сегодня она побывала на генеральной репетиции спектакля. Я прибежала обратно, а тут ничего нет. Только наш один подъезд и стоит. Герои пьесы знакомятся в блокадном Ленинграде. Марат, Лика и Леонидик теряют на войне близких, но находят друг друга. Образовавшийся любовный треугольник с годами только обостряется. На сцене три периода жизни героев – 42-й, 46-й и 59-й годы. Каждого из них играют два актера. Один – юного персонажа, другой – зрилого. Причем в спектакле они появляются не последовательно, а параллельно, постоянно сменяя друг друга. И в этом для актеров есть определенная сложность. Есть одна хитрость, так скажем. Если смотреть за тем, как играют партнеры, и вот быть там в момент, даже когда ты за кулисами, быть на сцене, то легко входить в эту сцену. А если ты выключился и где-то там, о, что-то по своим делам, то, конечно, тогда приходится очень трудно. Как всегда, режиссер предлагает и оригинальные художественные решения. На сцене минимум декораций. Спектакль вне временной, говорит автор. Подобная история могла случиться в любую эпоху. Необычные и костюмы героев. На первый взгляд кажется, что сшиты они из матрасов. Именно таким Сергей Юнганс увидел символ блокадного Ленинграда. И он присутствует не только в начале спектакля, но появляется и в конце. Вот это появление костюмов из блокадного Ленинграда в самом финале спектакля, под которыми кроется мечта каждого человека. И когда они пытаются сбросить вот это прошлое и освободиться от этого прошлого, и только тогда они понимают, что они могут быть счастливыми. Они идут к этому счастью 17 лет. Актриса Людмила Казимир отмечает, пьеса Арбузова как учебное пособие для актеров. Она видела ее в исполнении многих, в том числе и знаменитых артистов. Я вот со Збруевым смотрела, когда я была в юности, наверное. Сейчас специально, наверное, не стала пересматривать, чтобы... Ну, потому что я же знаю, что режиссер немножко экспериментатор и любит экспериментировать. И, скорее всего, это не будет классическая постановка про войну. И поэтому намеренно ничего, никакой материал не смотрела. Особенность спектакля екатеринбургского режиссера – обязательное наполнение их музыкой и танцами, которые ставят красивые точки. Надежда Андреев, Михаил Солин, Весичи Боксары.